Как увеличить социальную поддержку граждан в условиях экономической нестабильности? Какие дополнительные ресурсы необходимо использовать? Об этом и многом другом говорили на заседании Кабинета министров, которое провел голова Чувашия Михаил Игнатьев. Главная тема последних дней. Депутаты Госсовета, готовясь рассмотреть проект бюджета во втором чтении, решили обнулить статью расходов в субсидирование госслужащим покупки жилья. Полученная экономия в размере почти 36 миллионов рублей позволит сократить стаж, необходимый для получения званий ветеран труда гражданами Чувашии. Мы, депутаты, всегда встречались с населением. В основном вопрос поднимали именно те ветераны наши, у которых там полгода не хватало, у которых год не хватало. Вот они очень просили, чтобы мы выходили на вас, Михаил Игнатьевич. Сейчас депутаты и глава Чувашии с ними абсолютно согласен. Предлагают снизить необходимый стаж и у женщин, и у мужчин на два с половиной года. Количество людей по тем сведениям, которые Минздрав с развитием нам представляет, первоначально 4 тысячи, но это коэффициент примерно 2,5-3 получается. Не менее 10 тысяч наших тружеников получат дополнительно вот эти льготы. Другие формы поддержки, в частности, обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, прописаны в проекте закона, разработанном Минстроем Чувашии. В 2015 году Чувашской республике на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, федеральным бюджетом предусмотрены субвенции в объеме 304 миллиона 112 тысяч рублей. Около 280 граждан смогут улучшить жилищные условия, в том числе 136 ветеранов Великой Отечественной войны и 84 инвалида. Правительство рассмотрело и проект закона регулирования отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка. Помимо внешних отличительных признаков и другой атрибутики, народные дружинники могут рассчитывать и на материальное поощрение. Мининформ политики Чувашии отчитался о работе по основным направлениям. Главными задачами ведомство видит развитие информационных технологий, развитие информационной среды и развитие геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашии. На заседании правительства Михаил Игнатьев также назвал лауреатов премии главы республики в области социальной ответственности. В этом году ее получит общество, сограниченное ответственностью, микрохирургии «Глаза и контур», Чебоксарский электромеханический завод и Шумерлинский завод спецавтомобилей. Я благодарен руководителям этих предприятий и организаций, благодарен всему трудовому коллективу за то, что ведут социально-ориентированный бизнес. Публично, открыто, все налоги отчисляют и открыто, без сервис-хем, выплачивают заработные платы. Это очень важно. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.